привет merida big nine limited 20 ну такое limited edition типа того посылочка собственно говоря уже было вскрыто до меня и очевидно велик был собран и упакован разобран и упакован обратно поэтому будем смотреть что тут приехала на каком она соответствие соответственно состоянии доехала хотя может я и ошибаюсь может и не был он собран но не суть важно подсидельный штырь одноболтовый ну скажем так это самая дешевая версия штырь естественно брендирован компанией merida merida комп сидушка тоже какой-то ддк брендирована merida в общем брендированные компоненты очень увесистая штука прям только вручный седло такие крепления в принципе ходят стрималить на таком подсидельном штыре то может со временем порваться болт но я думаю что на велосипеде для спокойного катания такое событие маловероятно педальки на шариках по ощущениям ну естественно никаких уплотнений особо тут нет можно разглядеть чашки стальные которые вставлены в пластиковые корпуса крутятся крутятся нормально адекватно это уже очень хорошо какой выносяра таким можно в собак кидаться они будут бояться нападать в общем тяжелый он очень и довольно длинный прям помнится мне на заре своей работы в одном из местных спортмагазов ковырялся я с меридами тоже такого скажем так максимально низкого ценового уровня и они как-то совсем были не похожи на теми риды которые все там хвалили хотя в тот период наверное мериду вообще особо не хватит не хранили них не хвалили хранили мерида не катит рассказывали блин звонок прям звонки классный даже птицы нравится он там отзывается за угла на таком вот интересном хомуте с вот таким вот винтом ладненько эксцентрик передней втулки максимально бюджетный посмотри насколько криво отрезана эта шайба в которой вставлен пластик то есть в общем не та мериды которые я думаю вы наджидали здесь увидеть судя по колить по качеству отдельных комплектующих винты с широкими шайбами шайбы несъемные то есть прямо удобная штука шайбочка не потеряется это скорее всего для крепления переднего тормоза две катафотинки для того чтобы соблюдать пдд российской федерации ну мы световозвращатели обязательно на перед красный и на подсидельный штырь пардон на перед белый на руль белый и на подсидельный штырь красненький сразу можно один из них закрепить но форма зато у них такая интересная катай фирменные тоже симпатично смотрится прямо вот вот чувствуется да делали вроде штуку бюджетную бюджетную но в целом все равно получается какое-то изделие местами даже очень симпатичная и вы моим оба цвет заявлен как dark dark purple темно-фиолетовый вот такой между фиолетовым и розовым как бы это только состояние сознания разница в цвете не чеси расточек как тут 20 дюймов сажена это на двадцать девятых то колесах 50 сантиметров высота трубы подсидельный ну блин это под большой рост я вам хочу сказать что уже успел пощупать до видели что коробка была на скотче скотч заранее был от отрезан приходил ко мне сережка поболтали мы немножко да и запись у нас у меня чуть-чуть застопорилась на что обратил мой товарищ внимание сразу же просто вот сразу пощупал резину и сказал резина давно такая не ставится на хорошие велосипеды почему потому что она с очень толстой стенкой то есть даже на бюджетные велики те же форматы форварды ну ладно формата уже не сильно бюджетные на те же форварды уже в большинстве стоим и даже на старках если не ошибаюсь мы встречали резину где боковая стенка достаточно тоненькая за счет чего покрышка становится податливой и легче преодолевает неровности на поверхности по которой движется велосипед ну и даже при определенном давлении лучше накат по гладким поверхностям потому что вот эти шашки легче шевелятся то есть но меньше сопротивление вот этой самой резины меньше трения внутри самой покрышки это ну вроде как звучит дико но когда ты покатавшись на какой-то очень дешевой резине ставишь какой-нибудь хорошую покрышку у которой низкий вес у которой мягкая стенка ну и эластичная поверхность собственно протектора ты начинаешь ехать и ты сразу чувствуешь эту разницу насколько легче и веселее катится велосипед то как он катится это ну извините наши ощущения наше впечатление от поездки до позитивные эмоции мы же велосипед покупаем чтобы чуть-чуть потренироваться получить за счет физ нагрузки эндорфин да ну и сам процесс должен приносить удовольствие и давать нам почувствовать радость от самого процесса катания когда вот велик катится мы радость чувствуем грубо говоря сразу не надо ждать пока там пройдут все процессы свойственные без нагрузки до ванил она уже радость выделяется в процессе о интересненько ручка пришла в масле это меня нифига не радует тормоза какие-то над данного бренда тормоза я уже встречал ну сделано не максимально топорно это у нас ручка заднего тормоза ну на 1 на первое нажатие она провалилась со вторым стало получше возьмем возможно потребуется долить сюда немножечко тормозной жидкости в качестве рабочей жидкости здесь используется минеральное масло всегда обращайте внимание на двух местах написано на крышке и на резиночке что используется минеральное масло тормозную жидкость на основе гликоля она же dot 4 dot 5 1 использовать в таких тормозах нельзя потому что разбухнут резинки обращайте внимание обязательно на то что написано на корпусах на ручках и чё кто свой сопливый платок шуль запихнул в коробку с велосипедом опять китайцы корону засылают свою тяг да еще что отметил прикольный узор внутри трубы то есть следы непосредственно производства и среды сред следы расшлифовки или раз фрезеровки трубы в размер присутствует здесь на поверхности там где шов даже чувствуется внутри чувствуется ступенька такая ну в общем была вся эта рама сварена а потом ей вот расшлифовывали подсидельную трубу для того чтобы подсидельный штык туда нормально мог вставиться вообще говоря увесистый велосипед очень увесистый заглушка стоит вода merida блин вы поражаете своим лимитедом ну это типа велики для мне кажется как будто из-под санкции они так выходили типа ну мы нормальную merida продавать вам в россии не можем продадим вам limited модели просто ну зачем вот это брикочет вообще прям жутко надо чем-то и не знаю капли суперклея что или да лак испортится тогда не знаю чем и как его спасать чтобы не прикатало упаковку снимаем любуемся на втулку на насыпных подшипниках которая не крутится она вот прям очень неохотно там крутится тормозные диски копия avid g3 наверное или я не помню название суть важно копия видовских китайские очень популярные налейки тьма тьмущая пока их ставили уже покоцали краску на втулочке это ничего страшного это косметика лишь диски эти в принципе с шамановскими тормозами довольно неплохо себя показывают но это если прям те же самые диски которые я испытывал именно такой формы обода камерные бескамерные их не соберешь ободная лента здесь установлена меридовская традиционная скажем так повторю что покрышка очень такая жесткая коляна и давно таких не скажу что она плохая она с качественной резины сделано но такое уже давно не ставят потому что как-то она ну как-то на люди стараются типа блин легче покрышка до до требования к качеству оснастки для изготовления качественные резины ну то есть резины с покрышек с тонкой стенкой требования к оснастке конечно выше то есть она вроде оборудование подороже но материала с другой стороны надо поменьше да и вес поменьше получается потребительские характеристики лучше ну в целом такое в общем тяжелые покрышки это то что уже уходит в историю хотя у них безусловно есть свои плюсы их боковину тяжелее порезать немного тяжелее да их чуть чуть тяжелее пробить но те плюсы вот тот накат который получается легкой резины мне кажется перекрывает все эти моменты но тут как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные вот этот фломастер фиолетовый с черным какой-то он знаешь цвет потертый покоцанный по дороге да с упаковкой здесь тоже у конкретно этой мериды если смотрели обзоры других мерид сборки там я наверняка хвалил качество упаковки велосипедов мерида здесь я похвалить не могу здесь обычная бумага вот обычный картон без какой-то пленочки наклеенные с внутренней стороны то есть любая деталь которая трется в дороге одна другую приводит к повреждениям лакокрасочного покрытия то есть ну лак здесь тоже цвет вроде знаешь такой искристый но лак может быть мало мало количество лака может быть здесь мы самые сами частицы вот эти которые должны давать блеск искрение вот это маленький ну короче он такой не аппетитную он вроде блестящий искрится там что-то но но как-то не аппетитно его не хочется вынос это вообще нечто причем ростовка рам это у нас 20 то есть он сам по себе велик большой и вынос с большим подъемом и он очень длинный то есть прям велик подрост я не знаю нам метр девяносто по скажем так на глаз чисто вы нужно такой он брутальный как кусок не знаю какой-то он такой теплый да но сейчас собственно закручу сюда на место руль поставлю руль тоже merida комп классическое решение от merida которая мне лично не нравится они ставят это и на более продвинутые велосипеды руль без подъема то есть рассматривая комплектации там других брендов всегда видишь руль с подъемом лично мне в силу того что я грубо говоря кататься начинал и мне вот прям очень хотелось чтобы у меня руль бы повыше потому что я пытался там что-то прыгать и так далее вот мне привычнее видите руль с подъемом и может быть на уровне плацебо кажется что велосипед у которого руль с подъемом управляется как-то более сподручно что ли более ловко хотя с точки зрения банальной там геометрии мы за счет изменения угла выноса можем поднять расположение гриппс до того же уровня который достигается с помощью руля с подъемом я имею ввиду подъем как вот эта часть руля чтобы гриппс чуть повыше выходила вот на что мы с помощью выноса повлиять не можем так это углы под которыми расположены гриппс да то есть вот этот наклон и наклон назад в общем лично мне меридовские рули что вот этот комп который собственно должен быть довольно увесистым сказать на нем вот насечка сделана он надирован он не крашеный поэтому он царапаться к царапинам будет достаточно устойчивый но геометрии этих рулей меридовских мне не нравится что комп что эксперт они вот как ну как палки прямые что ли вот не мне такое просто вот почему-то не нравится тем не менее кому-то такая форма рулей окажется максимально удобной так что тут над пробовать над пробовать кататься но если что комповский руль не жалко будет изменить он недорогой на какой-то аналогично недорогой руль китайский взять попробовать другую геометрию почему бы еда винты закручиваю крест-накрест но или по очереди можно по кругу можно крест-накрест соблюдая просто чтобы у меня вот зазор сверху снизу был плюс-минус одинаковый пальцами просто щупы и по порядочку их закручиваю чтобы там сильно не перекосить потому что крышка здесь она монолитная то есть не из двух отдельных половинок а монолитная поэтому нужно желательно соблюдать чтобы зазор от каждого винта до ответной части у бардон от крышки до ответной части возле каждого винта был плюс-минус одинаковый до усилия там около пяти ньютонов на метр затягивается все это добро винты кстати хорошие 10 и 7 поставлены то есть несмотря на то что вы нас выглядит рыхлым таким неказистым винты стоят хорошие вот здесь вот как раз прослеживается тот момент который называется качеством даже у дешевых велосипедов я такой хоба взгляд повел на вытекшее масло на ручку поскольку втулочки у нас на насыпи эксцентрик кстати тоже такой себе он хороший он хороший но сделан так тактильно приятных ощущений общения с этим эксцентриком зажимающим подсидельную трубу подсидельный штырь в подсидельной трубе не вы не появляется так что у нас тут есть хорошего есть тут коров хорошего каретка какая-то похоже неплохого качества ну по крайней мере подшипники с хорошим уплотнением крутится она просто обалденно что типично для кареток под квадрат ну что у них обычно корпус там сложно перекособочить это все даже когда стакан рамы в процессе сварки кареточный перекособочила то есть гаретки под квадрат в большинстве случаев завода крутится лучше чем вот эти все halotec новомодные ну поскольку систему правил то прочности должна быть достаточно сделана рамочка пластиковая чтобы у нас штанцы не попадали в цепь что хорошо две звезды замечу спереди с довольно большой разницы между ними хоть это радует хоть не три передачи сюда поставили сейчас я переключу сзади переклюк на самую маленькую звезду уберу отсюда упаковку которая спасала кронштейн переключатель он же петух от деформации в процессе транспортировки и сниму заднее колесо потому что надо оба колеса производить настройку втулок и бани на насыпи чтобы их при процессе в процессе эксплуатации довольно быстро не убила кстати задняя втулка крутится ощутимо веселее чем передняя раньше резину с таким же самым протектором для мериды делала брендированную меридовскую резину я встречал преимущественно сделанную на заводе кенда что откуда у нас травит воздух в таких количествах а сейчас на покрышке написано иного ну то есть завод да но но она вот и нововская резина она преимущественно на российский рынок попадает достаточно коляная хотя топовые покрышки с низким достаточно весом у них присутствует сколько дуть давление в колесо на любой покрышке в принципе должно быть написано я не исключаю что на этих соответствующей информации тоже присутствует но накачаю примерно там около двух атмосфер это вот будет даже может быть для такой толстенной резины многовато но тут тут правило когда большее давление даст лучший накат скорее всего сработает потому что тут у нас не идет речь о том что шашечка сможет легко проминаться в тело колеса тут речь скорее идет за твердость колеса для того чтобы она просто вот этими шашечками катилась по поверхности ну такая в общем покрышка вот совсем не этого ждешь от merida не такой резины снимем пыльничек чтобы подобраться к конусу и контргайки для их регулировки его кстати пыльничек то вполне себе думал просто резинка с нахлобучина а тут ничего себе так пыльничек с лабиринтным уплотнением сделан с контактным и ну и под пыльничком мы четко видим шарики то есть второе железки то есть есть одна железка которая ограничивает положение резинки на второй железки который является вот создает ответку для вот этой железки да создавая еще одно лабиринтное уплотнение которое заполняется смазки здесь нет то есть как только у нас резиночка хоть как-то будет повреждена сразу вся пыль и грязь полетит туда непосредственно в шарики вот сейчас крутится замечательно но если мы зажмем колесо в дропаутах у меня сейчас вот это набор шайбочек или гайка под эксцентрик они имитируют дропаут велосипеда всего лишь я не исключаю кстати что у этой втулки все будет хорошо даже когда я зажму эксцентрик до усилия которая ну ну в общем нет не 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 хорошо попробуем чуть меньше усилия зажать а почему до конца не закрывается этот эксцентрик потому что у него форма такая что вот эта часть упирается непосредственно в ось эксцентрика ну ладно окей ну нет все таки туговато даже на слабо зажатом эксцентрики уже колесо ось начинает крутиться туговато и насколько сильно она играет то есть все там кривое ладно отрегулируем сейчас вот ставил колесо сейчас обратил внимание насколько убоги калипер этих натов отвратительно сделаны тормоза отверстие резьбовое под штуцер гидролинии вниз с таким заломом идет гидролиния ну так вроде в целом ничего страшного но и красивого тоже ничего хотя допустим на передней вилке до при использовании в качестве переднего тормоза такое расположение области куда вкручивается штуцер вполне себе оправданно выходит в нужном направлении все аккуратно гидролиния зайдет четко в держатель на этой вилке santur xce 28 да то есть вилка у нас не 29 28 но на самом деле размера бодиев для обоих стандартных колес абсолютно одинаковые 28 вилки подходят 29 колесам 29 вилки про подходит 28 колесам в большинстве случаев отличаясь между собой лишь шириной расстоянием за грязевым зазором под покрышку здесь используется у нас достаточно тут колесо уже накачано достаточно узкая резина 210 она заявлена и да она кривая ну в общем то от этой покрышки особо ничего другого не ожидаешь а тут еще и само колесо восьмерит ладно это мы поправим хорошо прикрутил тормоз к болтал да вы слышите как трещала на ухо трещоточка но не затягиваем не надо оставить чтобы возможность калиперу болтаться из стороны в сторону вот эту штучку мы не выкидываем просто проставка транспортировочно она может пригодиться мало ли для перевозки тормоз не отрегулированным оставил по той причине что когда буду ставить колесо я же не знаю где точно должен быть расположен калипер и в какое место станет ну относительно собственно вилки тормозной диск на если у нас неправильно все это будет ставлено и начну зажимать можно диск погнуть это мне очень не хочется потому что процесс их выравнивания довольно хлопотный здравствуйте приехали нормальная доставка спасибо четко кстати вот тут случилось чп сейчас вспомню про свой любимый свой рукотворный спицевой калькулятор он мне называется наконец-то написал для андроида ну кто мой личную страничку читает я вот люблю когда спицы сделаны немножечко вот чуточку чуточку короче чем они большинстве калькуляторов считаются и при таких условиях при повред при механическом повреждении спицы да когда в спицу прилетает что-нибудь там не знаю палка какой-то удар вот здесь транспортировочный удар видно было спица согнута это абсолютно не страшно спица легко выравнивается руками это не ржавейка оцинковка тоже легко выравнивается ничего страшного в этом нет даже если вы будете ездить с погнутой спицей то тоже страшного в принципе особо ничего нет главное чтобы и натяжение соответствовало тому которое нужно для ровности обода так вот когда у нас не пилек чуть-чуть короче у него так вот бошку отрывает и вам не нужно менять всю спицу на переднем колесе это не особо проблема вот на заднем где у нас стоит кассета и диск приходится иногда снимать и то и другое для замены спицы а вот это в случае с использованием камерного колеса поменять намного проще то есть я сейчас просто да я накачивал колесо я не видел что у меня была порвана спица для меня это сейчас сюрпризом стало сейчас колесо спущу скину покрышку благо на этом ободе он дешевый он камерный типичный камерными очень широкая по центру полость есть и снимать покрышки с таких ободьев не должно составлять особого труда тем более такие покрышки как это они такие себе такое может можно в принципе на спор типа знаешь запарится с такой покрышкой проэкспериментировать и снятию на спор голыми руками без инструмента то есть это вполне реально то что здесь ну не сказать именно на таком ободе как этот здесь не сказать что очень сильно плотная посадка но естественно извращаться над своими руками не буду возьму оранжевый монтаж к аккуратненько разбортирует колесико так одной монтажки все это легко снимается чтобы просто двумя монтажками начнешь ломать появится заломы тут стальной шнур идет бортировочный стальной пруток бортировочный можно так сказать он гнется за что не люблю такую ленту она видишь она смещается на один край то на другой и это вызывает также и смещение бортировочных шнуров один чуть ниже становится другой чуть выше и в итоге там покрышка тоже гуляет обод он покоцанный железом монтажка пластиковая поэтому используется чтобы не коцать обода лишний раз некоторые просто берут железные монтажки потому что им вот с помощью пластиковых не справиться ломают они их почему ломает потому что не сталкивает бортировочный шнур к центру обода а центр обода он обычно очень глубже и это позволяет блин к это масло плавает тут есть задиры с от сорвавшегося инструмента здесь есть точки промаха блин по ободу промазались когда его сверли короче блин качество чего даже шляпка не улетела прикинь какой сильный удар был шляпку аж приклеила туда обалдеть вот она так вот мой калькулятор который у меня написано него в инструкции написано что я люблю когда спицы длины спицы чуть-чуть не хватает до в идеале правильно собранное колесо вот прям по фэншую по фэншую это когда резьба спицы немножко въедается в резьбу ниппеля и спица торчит как минимум вот на этих лысках проточенных под отвертку под плоскую то есть ну или вот под шляпку закрученном тоже считается хорошо здесь же спица явно глубже чем лыски потому что использованы довольно длинные ниппеля кто бы что не говорил в длинных ниппелях разных производителей резьба начинается в разных местах и тут может быть что спицу просто дальше физически не закрутить что просто не накручивается дальше ниппель на эту спицу где она оторванная я не вижу смотри все починилось зря покрышку снимал ничего делать не надо ты видишь где оторванная спица пиши обязательно и не вижу вот она встала на свое место почти бывает такое что ну спицу просто глубже не накрутить что резьба ну да здесь так и есть в общем по границе спицы и оторвало глубже и не накрутить просто конец резьбы он так сложилось вот поэтому короткие ниппеля позволяют нам засадить глубь спицу глубже в обод как бы ну в той инструкции по которой все учатся спицевать колеса написано что нет разницы в длине резьбовой части у длинных ниппелей вот таких вот например каких-нибудь коротких типа вот этого то есть смотри насколько они разные но в статье по которой все учатся от шелдона брауна написано что нет разницы в длине резьбы а по факту она есть но не у всех производителей ну в общем в данном случае разница есть в данном случае ниппеля закручены до упора в резьбу и в данном случае длинный ниппель, за счет того, что он чуть-чуть длиннее, чем непосредственно вот так вот отверточкой, чем непосредственно должен бы быть, и у нас спица не доходит до самого до самой шляпки этого ниппеля. Получилось, что лопнул ниппель и замена обойдется. Ниппель стоит 5 рублей. Спица, нержавейка, стоит в среднем около 20 в зависимости от производителя от 20 до 80 рублей. Ну и где покупаешь. То есть дешевле и проще, особенно если ты используешь камерные колеса, менять не пиля. Вот это мой подход, та философия, ради которой я когда-то написал себе калькулятор под виндул, и вот в эту этими осенними вечерами угробил свой ноутбук и все-таки победил, написал под Android. Но пока еще такой неполный функционал у меня там получился, но уже тем не менее ни одно колесико я посчитал. Все работает. Вот. Так что да, длинные ниппеля и чуть-чуть коротковатые спицы это в случае использования какого-то, знаешь, велосипеда для туризма, для прогулок, когда ты не собираешь себе бескамерное колесо, когда у тебя нет цели сделать максимально легкое, максимально накатистое. Прям супер-пупер колесо, когда тебе надо надежность именно. И легкая ремонтопригодность, вот чуть короткие спицы и более длинные ниппеля это как раз позволяет нам увеличить ремонтопригодность и быстроту этого ремонта. Потому что порванный ниппель менять очень легко. Не нужно снимать вообще вот все оборудование, особенно если это заднее колесо, там съемник кассеты надо с собой таскать. Хлыст опять же, если ты без электроинструмента все это снимаешь. А втулка у нас не крутится. Искал стрелку, которая показывает для тех, кто не ведает, как ставить. Вот она на букве А. Нашел минимально допустимое давление 2,4 атмосфера. Для 29 колес многих велосипедов это, честно скажу, многовато. Но для конкретно этой резины это правильное давление. Вот. Ну, пожалуй, резина это один из пунктов, в которой бочка дегтя в этой капле меда под названием Merida Limited. А, кстати, появление вот этих Limited взамен Big Nine, которые не Limited, а более такой высокой серии качественных, это у нас как раз, мне кажется, следствие санкционочки. Хотя, конкретно эта коробка, на ней написано Merida Russia. То есть, прямо для России специально сделанная. Ну, не знаю, что и почему, но вот почему-то у нас исчезла топовая Merida. Может, просто она банально сама по себе хуже продаваться стала, в чем я, конечно, сомневаюсь. Ну, тем не менее, в общем-то, какие-то процессы там идут. Купить все, кто очень хочет, все, что хочет, все еще может, ну, где-то это будет дольше, сложнее, дороже. на маркетплейсах, на авито существует просто, ну, из-за того, что пошла, да, вот эта санкционная движуха. У нас же не только в отношении России идет, в отношении Китая там какие-то санкционные движения применяются, Китай тоже там как-то отвечает. Тьма тьмущая брендов, брендирования, вот дешевых китайских велосипедов, подделок, превращаются в подделки. Просто клеят наклейки уже не боясь никаких там проблем, да, частные эти фирмы клеят наклейки известных брендов на откровенный хлам и продают вот под видом брендов. В данном случае это не подделка, это оригинальный велосипед, коробка оригинальная, то есть отрисованы на ней все вот эти наклейки, но какое-то время мне доводилось собирать много заводской мериды, да и накаляли, собственно, у нас были велики под брендом этим, точнее от этого производителя, да, мериды это все-таки не совсем бренд, это именно производитель, у них все-таки свои мощности, они для других брендов производят рамы, варят, собирают велосипеды, то есть это именно производитель. В общем, коробка здесь оригинальная, все это оригинальное, просто вот сделана такая нищебродская комплектация. Повторюсь, что когда я только начинал работать в магазине спортивном, таких нищебродских комплектаций было прям несколько, у них был, кстати, прикольный подвес, прям, ну, типа, ашан-ашан, но мерида, понимаешь, он был сварен приятнее, чуть-чуть там поточнее был сделан шарнир этот пластиковый, убогий, ничего себе, люфтит, надо послабее затянуть, то есть, ну, прям, вот была мерида, и они ходили, да, тоже несколько лет, кстати, резина была там с точно таким же рисунком, с такой же самой графикой, вот это ничуть не меняется, но она была от кенды, и стеночка там была чуть-чуть потоньше, ну, может быть, прям не идеально таким же рисунком, но очень похожим, по крайней мере, моя память рисует так, вот, и ходили те велики, в принципе, подольше, чем типичные Ашаны, которые стоили в, выглядели практически так же, ну, чуть более ляпистый дизайн, естественно, народ должен же клевать, вот, с чуть более ляпистым дизайном продавалось в то же время на рынке, скажем так, подобие велосипедов, ГВ, по-моему, она тогда калининградской сборке продавалась, и, ну, ресурс у тех и у других отличался, наверное, раз в 10, потому что, ну, вот это ГВ, оно разваливалось прям моментально, тут там, вот до того, что сезон не выживало, меняешь там запчасти, под итог, под конец сезона умирает рама, а меридки ничего, они прям много лет бегали, возможно, даже до сих пор у нас в Пскове получится найти, ну, вот, получится найти какие-нибудь живые экземпляры, хотя уже прошло больше 20 лет, люфт есть? люфт есть? люфт есть, надо еще сильнее затягивать, возможно, там проблема была, не была, а есть, очень низком качестве обработки поверхностей, и густотой смазки здесь, конечно, не пахнет, шайки тут видно прямиком, то есть, то же самое, отсутствует второй, вторая железяка, которая должна создавать лабиринт, вот, я расконтрогаял, подтянул чуть-чуть конус, не даю сейчас конусу двигаться дальше, вперед, и поджимаю контргайку, ось, вот эта эксцентриковая, прям, очень жидкая, она прям, ну, типа, ее крутишь, она вся играет, как пружинка, сейчас чувствую, что будет момент, который называется переборщил, закрою эксцентрик, и втулка крутится, совсем перестанет, но, тем не менее, практика покажет, так ли это будет, да, так это и есть, придется прям вылавливать ту точку баланса, где расстояние между конусами будет не слишком мало, и не слишком велико, и при закрытии эксцентрика эти конуса на встречу друг другу будут смещаться не настолько сильно, чтобы пережать шарики, потому что пережатые шарики давят на эти, собственно, на эти конусы, и в результате в конусах, так, чуть-чуть ослабил гаечку, и на такое же чуть-чуть навстречу ей дотянул конус, вот, если на этот конус будут регулярно давить шарики постоянно, при катании по неровностям, да, происходят какие-то удары, и шарики выбивают в конусах раковины, колесо едет, катится дальше, и одна раковина, получается вибрация шариками по раковине, да, одна раковина превращается в две, четыре, и так далее, вот, оно там все это прогрессирует, значительно появляется люфт, но гарантия к тому моменту уже обычно истекла, ну, наверное, еще чуть-чуть ослабить, чтобы чуть-чуть полегче крутилась, хотя, тут мне не нравятся вот эти эксцентрики с таким вот, с таким конструктивом, шамановские намного жестче, их как бы затянешь, они так через месяц, неделю, год, и останутся затянутыми, а вот с таким пластиковым конструктивом эксцентрики могут даже уже через день знатно потерять усилие затяжки, и потребуется либо его перезакрывать заново, либо заново регулировать втулку, ну, затягивать ее сильнее, чтобы колесо не люфтило, потому что вот сейчас без эксцентрика, слышишь, да, люфт, а когда мы поставим эксцентрик на место и его закроем, люфт исчезнет, потому что, блин, ось внутри флексит, ну, как флексит, упруго деформируется, и когда он закрыт эксцентрик, конуса сдвигаются навстречу друг друга, друг другу, и зажимают шарики, блин, да, очень тонкая грань между крутиться и люфтит, очень тонкая, прям надо вот, чтобы эксцентрик был зажат плотненько, я не уверен, будет ли на этом пластике держаться эксцентрик плотненько долгое время, а перетянешь, блин, конус быстро сдохнет, в принципе, эту втулку, наверное, не сильно жалко, что она сдохнет, ее буду, наверное, поменять, ну, категорически неудачное качество, вот уже четвертый раз в тиске его закладываю, чтобы вернуться на предыдущее, на предыдущее положение, да, то есть третье положение было верным, по статистике, да, в среднем три раза надо передернуть регулировку, чтобы попасть в нужное усилие, при котором втулочка и хорошо крутится, и еще не люфтит, но это, видишь, сопровождается затягиванием, ослаблением эксцентрика, то есть тут такое, это прям вот на удачу, по большому счету, все делается, но тем не менее, хочется, чтобы колесо бегало, и чтобы оно чуть-чуть туговато, блин, чтобы оно крутилось, вот так вот свободнее значительно, короче, неудачная втулка, фигово сделано, бренд на ней никакой не заявлен, ничего не написано, но она покоцанная, выглядит, блин, как будто это, я не знаю, уставка я такое тоже видел, покоцанное железо, потому что оно, ну, типа бюджетная, типа упаковка, ну, чтобы железо приехало дешевым, его надо упаковать подешевле, чтобы цена не вырастала, ну, и типа, и вот это все складывается, дешевая упаковка, как следствие, приводит к большому числу повреждений, смотри-ка, резинка-то на гайке не держится толком, то есть, если она чуть-чуть подвылезет, то все, а там второе уплотнение не лабиринтное, то есть, это такое, чисто бижутерия, короче, это резинка, да, такой трухи, конечно, от Миридовну совсем не ожидал, ладненько, накидываем пружинки на эксцентрик, узким краем, пружинка должна быть обращена к оси, и вот здесь вот мы традиционно отгибаем широкий виток, чтобы его зафиксировать в гаечке, чтобы пружинка у нас не убегала, так, эксцентрик отсюда, гаечку сюда, и, помним, да, у нас калипер болтается, проверяем, что так и полагается, у кого болтается, можно ставить колесико на место, калипер у нас не загнет, да, ширина между втулкой и вилкой, как видишь, не соответствует, если бы сейчас калипер был жестко зафиксирован к вилке, видишь, насколько бы сильно он загибал тормозной диск, ну, короче, да, несмотря на то, что здесь вилка сантур, либо втулка слишком узкая, либо вилка, штаны у нее там в роскость стоят, в общем, такое, не скажу, что это супер плохо, да, оно все сейчас зажалось, поставлено на колеса, соответственно, давлю вертикально вниз, открываю эксцентрик, прижимаю штаны и вилки к оси поплотнее, и снова плотно закрываю эксцентрик, то есть, выбирая все возможные там перекосы, люфты, чтобы ось встала ровно в дропауты, ту же самую сейчас историю сделаю здесь, положу грудь на колесо, открою эксцентрик, прижму, дам встать этой оське резьбовой на место в дропауте, прижимая велосипед, опять же, раму к колесу, закрою его заново, чтобы избежать всех вот этих маленьких смещений, точнее, чтобы уменьшить их количество, и только после этого я буду настраивать тормоза, ну и, соответственно, зажимать там все винты. Для тех, кто смотрит сборку впервые, напомню, что обязательно нужно смазывать резьбу на педальках, для того, чтобы педальки не прикипали, прикипеть они могут при попадании влаги пыли, и затягиваем мы их очень плотненько, для того, чтобы они не открутились, потому что, если педаль хоть чуть-чуть там подвыкрутится, да, то на какой-нибудь кочке, приняв на себя вашу массу, она может выдрать остатки алюминиевой резьбы из шатуна. резьба у нас здесь разная, то есть, одна левая, другая правая, вот на этой оське насечек никаких нет, на самой сено гладенькой, вот на этой оське есть насечки, и вот оська с насечкой закручивается туда, где у нас нет звездочек. Заметь, вот эту белесость, это не отблеск, это, блин, непрокрашенный шатун, нормальное, блин, качество, провил, да, но дешевый провил, понимаешь, поэтому я сначала сомневался за прочность этих шатунов, да, там была оговорочка такая, и, блин, Мерид, ну, что ты делаешь? Ну, а что вы хотели, там, супер дешевый велосипед? Но, такие движения, да, со стороны Мериды, да, со стороны Giant, кстати, в России спокойно продается, вообще без проблем, хотя такой же самый тайваньский бренд, и, можно сказать, Мериды, это главный, даже не бренд, а завод, Мериды, это главный конкурент, ну, Мериды, я впервые встретил вот такое решение, нет, не с покоцанной рамой, это капец, а когда не проварена вот эта часть нижней трубы, для того, чтобы проложить через эту часть рубашки и гидролинию. Кстати, замечу, за прокладку привода переднего переключателя, хотел бы сказать, что все вот эти движения, да, с санкциями, позволяют сейчас нашим брендам и брендам лояльным к России развиваться, соответственно, на рынке, делать что-то подороже, поинтереснее, ну, тот же Stinger, в принципе, да, там, по спекту, они делают интересные достаточно решения, будем посмотреть, что у них получится, я надеюсь, что кто-нибудь что-нибудь мне привезет на сборку, так, здесь что-то, что-то пошло не туда и что-то пошло не так, да, переключ, плохо настроен, он скидывает, цепь закидывает на раму, вон, с этим мы попозже разберемся, так вот, господа, Stinger, Starkey и прочие, смотрите, как здесь сделано классно, да, это пластик, да, у него есть некоторая упругость, подвижность, и рубашка упирается в пластик, это как бы не очень хорошо, но это намного лучше, чем вы привариваете бабушку к трубе вот здесь, и рубашку заводите вот туда, потому что с колеса при катании летит пыль и грязь, и она стекает по тросику, и здесь, вот эта стекающая капля сорвется вот сюда, то есть она сорвется, да, часть попадет в рубашку, но не такая огромная часть, как когда бабушка у вас смотрит в направлении, прямо навстречу гравитации, воде и грязи, то есть это работать будет, даже в грязи оно будет пытаться работать, будет адекватно это делать, а решение, когда бабушка вот сюда смотрит вот вверх, в сторону седла, это решение забивается грязью после первой дождливой покатушки, у нас в итоге нажим монетки, левой рукой, нажим монетки переднего переключателя превращается немножечко в ад, и работа переключателя переднего становится очень некорректной, вот это решение, да, оно тоже как бы не классное, потому что у нас есть передний переключок по-прежнему, привод опять же можно было бы сделать сверху, он бы вообще не боялся никакой грязи, здесь по-прежнему грязь сюда летит, но оно уже не такое грязебоящееся, как ваше решение, потому что здесь рубашка смотрит тоже вниз, гравитация в данном случае помогает избавляться этому узлу грязи и воды. Мелочь. Ну, блин, она отконтролирована. Переключалочки, монеточки у нас здесь от Майкро Шифт. Прокладка сделана специально, чтобы вы чувствовали, что пользуетесь бюджетным велосипедом не так, как это сделано на дорогих великах от той же, блин, компании. То есть гидролиния здесь заведена с этой стороны, то есть чтобы все четенько работало, а рубашка у нас заведена с этой стороны, чтобы у нас все четенько царапалось. То есть, ну, вы должны ощущать, что вы катаетесь на бюджетном велосипеде, он царапается. То есть, ну, это, я помню вот эту политику на... Очень жопа тогда у меня горела, извините за мой французский, с бюджетных великов спортмастера. И я прям негодовал, ну, нафига они делают такие вот паршивые велосипеды, то есть у них есть вроде неплохие решения, есть прям откровенно паршивые, прям вот, но они очень паршивые. Не сломается, но ехать на нем ты будешь и страдать. Там всякие, ты знаешь, мелочи, из которых состоит качество. Ну, вот вроде вот это вот решение под кареткой. И вот одна из этих мелочей это прокладка рубашек. Вот ты должен чувствовать, что ты едешь на велосипеде, там, скажем так, второго сорта. Сумма у тебя будет затираться, краска будет шоркаться. Поменяй рубашку сюда, краска шоркаться уже не будет, переключение будет точнее. Но рубашка здесь, судя по всему, цельная. Перепихнуть ее, поменять рубашки переднюю, заднюю, ну, наверное, немножечко хлопотно будет. Хотя не скажу, что это нереально. Потому что у нас выход там свободный достаточно. Все и покрашено тоже с какими-то наплывами, пузырями. Ну, вот, как бы это вам ответ, да? Я, кстати, слоуп ставил, завозил. Ну, то есть, это официальный велосипед. У него все эти самые, все стандартизации, сертификации, все пройдено. Вот наклеили бы они вот эту бумажку чуть-чуть бы пониже. И за счет того, что наклейка наклеена, вот эта бы штука не бренчала бы. Это выход для тоже самой рубашки. Ну, например, для того, чтобы подключить передний переключатель Шимана, который подключается вот здесь вот у него подвод рубашки идет. И это уже не боится грязи. То есть, это опять же мы имеем дело с бюджетным решением. Так вот, пятая точка у меня горела со спортмастеровской продукции до тех пор, пока непосредственно один из менеджеров там не проговорил такой момент, что да, мы специально делаем такие дешевые велосипеды такими паршивыми, чтобы человек, купив себе велосипед, ну, типа он уже у нас клиент, он у нас на крючке, куда он соскочит, да, он покупает у нас дешевый паршивый велик, понимает, что это труха, там были очень фиговые монетки, их можно было, ну, их было очень легко сломать. То есть можно было поставить монетки чуть-чуточку подороже, на цене велосипеда бы это не сказалось, но надежность бы возросла колоссально. Но стояли именно монетки, которые очень легко ломаются, и идея была в том, идея, вся фишка этого действия была в том, чтобы человек сломал эту монетку, пришел покупать новую. И так продолжалось несколько раз за сезон, если он катается более-менее активно. Так, здесь у нас колпачок одет, надо его снять, иначе он у меня провалится внутрь рамы, я его потом не вытащу. То есть идея была в том, чтобы человек ходил много раз в магазин, менял там себе эти все запчасти, железяки, страдал, и в один прекрасный момент купил бы велосипед, который стоит дороже, в том же спортмастере. Но я, если честно, на месте любого человека, купив барахло в магазине, не пошел бы обратно в этот магазин, я бы пошел, ну, у меня просто сформировалось бы мнение о том, что Штерн это барахло, и покупать Штерн ну совсем не стоит, и надо сходить просто в другой магазин и в другом магазине купить нормальный велосипед. Вот. Но, тем не менее, вот у спортмастера такая идея была. Мы делаем барахлище, которое может ехать, но легко ломается механически, так, чтобы оно ломалось не по гарантии. Именно фишка была в том, чтобы оно ломалось не по гарантии. То есть вот да, вы должны чувствовать, что вы используете бюджетное изделие. Всей своей душой эксплуатируя бюджетное изделие, вы должны ощущать, что вы на бюджетном. Вот. И после этого вроде как все хорошо, но вот отдельные решения, и в велосипеде подороже там точно будет вообще все хорошо. То есть идея была такая, сформировать у вас такое мнение, и возможно, это даже работало. Но вот к тому, что вот отношение к потребителю. То есть именно как к потребителю было отношение, не было цели продать хороший продукт за каждую, ну, за каждую, грубо говоря, за каждую единицу денег, потраченных в этом магазине, не было цели продать вам хороший продукт. То есть, ну, не знаю, мне такой, значит, это я бы назвал бизнес-модель 90-х, когда нет нормального руководства, когда все переписывается, когда все переделывается, перекраивается, и воруют все, и каждый, сколько в состоянии унести, и сколько не унести, тоже воруют. Что не сгим, то понадкусую, как говорится. Ну, вот, такой вот, такой подход мне, конечно, очень не по душе, но, к сожалению, капитализм, господа. Так, это у нас трос. Ну, и да, я пока болтал, как видишь, все-таки перекладываю рубашки, я не хочу, чтобы мой клиент ощущал, что он ездит на сильно бюджетном барахле. Мне хочется, чтобы клиент ощущал, что он ездит на барахле, о котором позаботились. Как бы странно это ни звучало, но вот да. Так, и здесь у нас немножко замят колпачок. Кстати, от того, насколько плотно оделись колпачки на свое место, зависит в том числе и качество переключения. Колпачок полимерный, тросики, оцинковка, их можно совершенно смело смазывать маслом, потому что он скорее пострадает от влаги и начнет корродировать, покрываться белым порошком таким, окислами цинка, солями, цинка, не колбасой, а солью цинковой. И из-за этого перестанет нормально скользить. В общем, цинковые тросики можно смело покрывать маслом, потому что для них это в целом защита от коррозии. И они, будучи покрытые маслечком, служат дольше. Ну и торцы, рубашек, тоже имеет смысл покрывать маслечком, чтобы они не корродировали, не ржавели, потому что ржавчина тоже абразив, она тоже мешает тросику скользить и ухудшает качество переключения, точность снижается. Вот так. Сейчас это все дело распихаю. Ну, смысл того, что я сейчас занимаюсь, помимо того, что да, я очень хочу, чтобы было хорошо, в том, что переключение не было настроено толково. Так, надо, наверное, проложить здесь рубашку. Хотя, ладно, пусть будет под гидролинией. И рубашку заднего переключателя тоже под гидролинией пропущу. Оно все равно не было настроено точно, поскольку настраивать заново необходимость есть, то почему бы не проложить рубашечки с тех сторон, на которых они будут работать хорошо. И да, теперь я охотно верю тому человеку, который писал у меня в комментариях под каким-то из видосов. Да, я в очередной раз сокрушался на то, что, ну, блин, ребята, ну, что у вас за мания прокладывать эти самые рубашки ну, не с той стороны, да, чтобы они терли раму. И мне вот кто-то там отписался. Да вот, у таких-то брендов именитых тоже так же проложено и ничего. Вот, поэтому понимаешь, ты должен страдать, ты должен понимать, что ты пользуешься чем-то дешевым, что тебе не заботились за каждый твой уплаченный кровный золотник. Да что такое, ну, попади, пожалуйста, куда надо. Ты же знаешь, один из таких забавных комментариев, Леха молодец, в кадре матом не ругается. Ну, в общем, да, ответ такой, я берегу эти заклинания на... для сложных, для особо сложных случаев. один из них. Выключил камеру, стоило чуть-чуть как бы приложить пару волшебных слов, и все, понимаешь, пролезло, заработает. Ну, отлично. Прописываем. Можно их, конечно, отстегнуть и пристегнуть на место. Эти штуки. Одна, кстати, уже потерялась. Впервые хомутики в стоке увидел именно у Мериды. Ну, обычные пластиковые хомутики, которые затягивающиеся. И мне очень понравилась эта идея, потому что вот эти защёлки традиционные, которые вот так очень удобно ставятся, на самом деле. Ну, как-то не всегда удобно. Ну, когда приловчишься, они удобно ставятся, когда там руку набьёшь. Но они, блин, отлетают. Вот, собственно говоря, одна отлетела, где-то тут валяется. Вот она, собственно. Хотел бы сказать, не буду её искать, мне лень. Поставлю стяжку. Ну, вот, она нашлась. Стяжка надёжнее. Стяжка так не отщёлкивается сама по себе. естественно, она качественная. Бюджетность бюджетностью. Ну, смотри, вот, видишь, они сэкономили, положили пипочки вот эти в комплект с велосипедом. Пипочки эти. Слушай, мне замечу, что всё было обжато. Но пипочки в комплекте были. То есть, ребята предполагали, что сборку может делать кто-то для себя. И вот для человека, который будет делать сборку для себя, пожалуйста, вот вам пипочки в комплекте, переделайте, пожалуйста, за нами и будете получать немножечко больше удовольствия от эксплуатации нашего велосипеда. У нас замечательная рама. А рама здесь действительно замечательная. Она, как минимум, хоть и покрашена не так идеально, как более дорогие модели, но зато выглядит она в целом хорошо. Швы, конструктивные решения, да, то есть постмаунт, нормальный тормоз. Не как на этом кубе стоит шоссейный тормоз на МТБшке. Просто потому, что модно. Или может просто потому, что они купили очень много этих тормозов. Я не знаю, зачем они ставят это. скорее всего, потому, что модно. Существует же сейчас в мире истерия. А, гревел, 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 дайте мне гревел. Я вот тоже ей поддался. И надеюсь, что мне удастся на моем гревеле покататься. Так, все. Ну, правда, это интересная штука. Меня она, конечно, вот опять эта защелка отлетела. Просто чуть-чуть дернул рубашку. Все-таки судьба сюда поставить обычный хомутик пластиковый. Я так и поступлю, чтобы не отлетало. Так, тросик можно сделать покороче. Слышишь это? Хрипота. Отвратительное ощущение. Ну, просто, чтобы ты чувствовал, что у тебя дешевый велосипед. Х. Ну, буква H нам нужна для того, чтобы настроить, ограничить положение ролика, чтобы он на раму не скидывал. А буква L у нас ограничит положение ролика, чтобы, когда мы там тросиком переключим на самый верх, чтобы у нас не улетала цепь, говорился, не пыльник, а пылесборник. Но, опять же, мы наблюдаем здесь кассету, очень похожую на оригинальную шамановскую цепку КМЦ. То есть, комплектующие, они хоть и недорогие, хоть они там, может быть, и шумные, не суперсовременные, но... Нет, кассета Майкро Шифт тоже. Но они надежные, в принципе. Они должны работать нормально. Если их, естественно, не бить с разбегу и с размаху. Без настройки. Потрясающе. Один щелчок, одна звезда. Без настройки. Просто запихнул тросик. Это у нас переключатель на 8 передач. Да, ручка проваливается очень глубоко. Маслечко туда в ручку тоже точно стоит долить. Три, три, пять, шесть, семь, восемь. Действительно, восемь передач. Просто, надежно. Два на восемь. Диапазона рабочего с таким набором звезд точно хватит. Так, понятно, не включается. Попробуем чуть-чуть подтянуть трос. И переход там на 1.11 или 1.10 в данном случае можно отложить до тех пор, пока механически не будет уничтожен один из компонентов. Ну, то есть, в результате падения не будет сломан переключатель, монетка или какой-нибудь другой узел велосипеда, отвечающий за переключение. От этого не застрахованы и более дорогие компоненты, поэтому здесь так, тросик надо, по-моему, натягивать очень сильно. И надо будет его перезакреплять здесь в винте. Заводское закрепление, как я и говорил в самом начале, перед тем, как оправдывался, почему я все-таки решился перекладывать рубашки, хотя обычно это в стоимость работ не входит. С завода оно все было четко, но не настроено. И я что-то этот момент проигнорировал и на удачу зажал точно так же, как оно было с завода. Глупо. Глупо. Но ничего страшного. Мы на ошибках учимся. Тем более, что мой караши двухскоростной я, наверное, первый раз настраиваю и еще не знаю в какую сторону и насколько его надо ставить. Допустим, я примерно знаю, насколько и в какую сторону надо ставить трос в шамановские переключатели задние 8 и 9 скоростные, да, в шамановские переключатели, как его там надо натянуть сразу. Ну, пока ты только его фиксируешь, да, чтобы оно плюс-минус попало в переключение. Собственно, с этим переключателем видели, прокатило, зажало, и оно сразу работает. Ничего. То с передними переключателями все нового сложнее. Настраиваешь их реже. Ну, просто их меньше на велосипедах стоит, а не то, что они требуют меньше настройки. Но от меньшего количества опыта имеем большее время на регулировку. Так. Ладно, сейчас я пощелкаю, погоняю все это дудым-судым. Мне кажется, ролик у нас и так очень длинный. Восьмерки, кстати, восьмерка на заднем, на переднем, понятно, там за перец порванной спицы была, а на заднем образовалась в районе крепления катафотки. И да, это одна из причин, почему я не люблю катафот на спицах. Но здесь она установлена, опять же, для безопасности, для движения по дорогам. Тортуар, кстати, тоже является у нас частью дороги, поэтому, в общем, катафотки или свит возвращать, либо фонарик у вас должен присутствовать, если вы не хотите ПДД нарушать. Ну да, легко она исправилась относительно. Просто подтяну оттягиванием одной-единственной спицы возле катафотины. Хотя, возможно, что эта восьмерка появилась тоже также из-за механического повреждения удара какого-то. Может быть, здесь вот видно, что передняя часть колеса может что-то, когда ехало, там, чем-то бортанули, или, может быть, погрузчиком тыкнули вилами. Не знаю, что могло случиться, но факт, есть факт. Спица была выбита. Переключатель передний удалось настроить путем подгибания рамки так, чтобы на передней большой звезде работал весь диапазон задних. На задней маленькой звезде тоже работал весь диапазон передних без лишних трений цепи в рамку. То есть, переключение, ну, само по себе переключение для спокойной эксплуатации отличное. То есть, если не падать, не бить, не колотить, при парковке наблюдать, чтобы у нас не упирались вот эти переключалочки. это у нас микрошифт мезо, то есть, алюминий, пластик теплый. Это тоже пластик, ну, то есть, такой корпус уровня Shimano Tourney. Здесь у нас примерно тот же уровень турный, но оно работает, работает четко. Эргономика монеток, то есть, я говорил о том, что она похрустывает неприятно, но Shimano Tourney сейчас похрустывает еще более неприятно, поэтому, ну, воспринимайте это исключительно как шутку, а всю сборку как поделиться опытом и пропаганду, Блин, всего маленький пузырек вышел и все равно тормоза сами по себе какие-то глючные, то есть, тут не ощущается, не чувствуется, что в ручке какая-то мембрана есть, какая-то откровенная мертвость. Поставили бы уж лучше МТ-200, не так уж и дороже они стоят. Ну, наверное, тут речь опять же за то, что ты должен чувствовать, что у тебя дешевое изделие. Крутил, вертел, запутать, хотел сам запутался, потом распутался, вот в общем, ощущение, что у этих тормозов какая-то с беда с расширительным бачком, что-то они накосячили либо с объемами, либо с материалами, но где-то, в общем, они накосячили, и в итоге, когда у этих тормозов износятся колодки, я бы рекомендовал заменить тормоза. В первую очередь на этом велосипеде я бы менял покрышки и камеры на какие-нибудь тоненькие, легкие, возможно, полиуретановые, ну, типа тех, которые были на обзоре, только заказанные где-нибудь подешевле на Алике условно. Ссылку, естественно, я никакую не дам, не реклама, ребятушки, могу, единственное, что промокодики в описание добавить, традиционные уже, кто канал смотрит давно, они до сих пор работают, там появляются регулярно. На сим, пожалуй, пока.